Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный, и поздравляю всех правословных христиан с праздником Святой Троицы. Желаю вам света в ваших душах, мира в ваших сердцах и спокойствия вашим рассудкам. Вот, и чудеса происходят одно за другим. Вот Ивана Голунова выпустили и сняли с него обвинения, и даже каких-то двух генералов выгнали, лично президент. А вот митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл озвучил решение якобы его епархии отменить строительство храма своей Екатерины в спорном месте, в сквере. Не будут они строить там храм, отказались. Обидно, видимо, обидно людям, они столько гаваха вылили в землю, побили, там, помучили, уголовные дела завели. И все равно не будут строить храм, как он называется. И вот я смотрю на все это и думаю, неужели власть так прямо трепещет и так далее. Или это очередная попытка там предпоследнего какого-нибудь ура-броска джудаиста Путина. И вообще прочитал я, друзья, объяснение Кирилла и понял, что они написаны были даже не этим Кириллом и даже не его начальником Кириллом, а тем, кто стоял между ними. Потому что на носу прямая линия. В общем, написал я литературное произведение, не судите строго. Все совпадения с реальностью полная выдумка, фантазии психбольного автора. Итак, в огромном президентском кабинете, больше напоминавшем размерами зал, было тихо. Слышался только шорох пера по бумаге, а еще громкое сипящее дыхание двух мужчин, склонившихся над третьим, маленького роста в костюме. Третий писал и дыхание его было не слышным. Наконец он закончил и довольно откинулся на стуле. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. А, так я между двумя тезками стою, внезапно улыбнулся он и небрежно махнул лукой. Что ж, желание мое вы знаете. Ты, Кирилл Сибирский, читай давай, а то патриарху как-то не с руки. В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Дородный мужчина поперхнулся и, поправив рясу, вопросительно взглянул на того, что в костюме. Нацлидер насмешливо улыбался, глядя куда-то в сторону. Кирилл прокашлялся и продолжил чтение. Мы бы не хотели давать дьяволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому рычайку правды нельзя было и пробиться, тем не менее именно за скверу драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием. — Стоп, стоп! — сказал вдруг тезка-чтеца. — Разве скот не начнет возмущаться? Ведь именно мы настаивали на опросе вместо голосования. — Утретесь! Переживете и без тридцатиэтажной пристроечки. — Я прямую линию готовлю. — Каким-то страшным протокольно-бумажным голосом ответил человек в костюме. И служитель бога сник. Дальше читай Кирилл. — Люди, которые выступают против строительства храма, показывают ненависть к присутствию бога в их жизни. Не храм, а бога они вытесняют из своей жизни. И вот, спаситель, источник воды живой, мешает фонтану. Христос, осветивший своими стопами генесаретское озеро, изгоняется с Исетского пруда. А Господу, произрастившему из земли всякое дерево, приятное на виды хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая. Не находится места среди его собственных деревьев. Закончил чтение Кирилл и, не удержавшись, подобострастно молвил. — Гениальные! Высокие слова! Царь-батюшка! Он-то знал, что любит слышать человек в костюме. И правда, лесть сработало. — Ладно, ступайте вон отсюда. Мне еще прямую линию сочинять, — сказал человек в костюме несколько менее бумажным голосом. И не дурите мне более. Из-за таких же олуха в погонах мне пришлось скоту уступать голунова какого-то выпускать. А теперь тут вы с храмом вашим. А ведь место идеально подобрали, и гавах уже излили. — Мы его разбудим, царь. Все перепробуем. Весь гавах в землю и зальем. Скот щадить не будем, а фурфура вернем, — решительно сказал маленький в золотой рясе. И добавил, — Скотт должен быть в стойлах, а демон в мавзолее, — решительно ответил ему человек в костюме. Они взглянули друг к другу в глаза, и глаза их были пусты. Вот такая сказочка, а может и не сказочка. Я считаю, что даже на Солнце есть живые существа, просто они настолько отличаются от нас, потому что живут при огромных плазменных состояниях и температурах, что мы никак с ними не соприкасаемся и не можем их видеть. А есть и другие твари. Если будет интересно, посмотрите мои ролики про фурфура. Что ж, доброго вам дня. Желаю забавной, веселой, разбитной, прямой линии нацлидеру. Не буду называть его по имени, потому что я избегаю нецензурной брани в своих роликах. Хотя бы стремлюсь к этому. И вас, друзья, прошу как можно меньше мучить друг друга, чтобы не выливался их любимый гавах на землю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова